Всем доброе утро! Новый день, новые приключения! Вчера вообще хорошо так покатали, но, блин, я к велику, конечно, к такому на горах... Не то чтобы не привык, я вообще впервые привык, что на дыха велики, оно всё позволяет, всё прощает, любые твои погрешности и ошибки. Тут, конечно, нет. Вчера два раза я кувыркался, ну, один раз просто баланс потерял, там не вошёл в поворот, а второй раз прям, да, мне поволокло прям на корень и в пень, как бы, и вообще хорошо было. Хорошо, что в защите, и всё окей. И тут сразу напрашивается вывод касательно 150-150 велосипедов на таких вот уклонистых трассах корневых, как бы, вот прям вообще не удовольствие, вот прям вовсе не удовольствие. Ехать быстро он вам не позволяет. То есть в каком-то таком флоу-режиме можно ехать не спеша, но если прямо хотите, вот как на дыха, как я попытался ехать, и сразу теряется контроль. Это раз. Во-вторых, руки-ноги отрывают полностью, блин, ходов меньше, всё жёстче. Всё прилетает, быстрее устаете. В общем, поедем в Пилипес ещё. Там трасса есть такая синяя с кучами поворотами, она менее уклонистая такая. Проверим, там всё-таки камни есть, может быть, на камнях будет жёстко. Вот, но всё-таки для таких трасс я топлю только за дыха велики. Прям вот только за дыха. Это если хотите быстренько проехать в участке. Так по велику вообще всё хорошо, всё отлично, ничего не сломалось. Единственное, что он сделал, чуть всё помягче, давление подстравил, компрессию подоткрутил. Вот, и пока что вообще полный порядок, никаких у меня к нему нареканий нет, кроме того, что для него тут жёстковато. Ну, это я так считаю. Хотя трасса сейчас вообще в идеальном состоянии. Сейчас вот всё подшейпили, сейчас прям вообще хорошо. Местами листвы много, но в целом ничего не разбитое, местами влажноватая. Класс, сейчас прям вот наливать на всё бы было здесь можно. Поэтому я сейчас собираюсь и еду катосить. Кстати, я поставил 200-е ротора в круг, потому что на 180-х точно было бы не очень. На 200-х вообще хорошо, прям огонь. И такое неправильное ощущение, что когда вам нужно какое-то подкрутить, вы без проблем можете подкрутить, и велик прям реально едет. В отличие от дыха. Вот такие дела. Я поехал кататься. Касательно крепления велосипедного, я вам сниму видео, расскажу. Вставочку сделаю. Что я и думаю касательно креплений. Мы ехали сюда, я под прогнозом стоял. Дождь! Месяц, дождь, ливень, ни одного солнышка. Вчера ветер был, сегодня даже ветра нет наверху. Просто шти. Всё сухо, страшно. Очередной раз убеждаюсь, что не стоит верить прогнозам. Не стоит на него даже обращать внимание и смотреть туда. В горах погода меняется за час пять раз. Поэтому вот тут просто собирайтесь и едьте в горы. Не надо смотреть на прогноз и пугаться его. Потому что это полное враньё. Невозможно в горах предугадать погоду. Да, бывает зон дождей, конечно. Но мы сейчас в конце мая. И просто огонь. Вы посмотрите, какое чистое небо. Трассы сухие, чистые, отшейпенные. Неразбитые ещё. Тормозных кочек нет. Ну просто кайф страшный. Местами листва лежит. Ну и хрен с ней. Сейчас пять раз, что все спустимся толпой. И листва этой уже не будет. Разорвём её в щепки. Ладно, едем кататься. Адски огромная движуха вырвалась в Карпаты. Чувак, тут можно мегалаваланч сделать. Сейчас попробуем чёрную закатить. А я был тут в апреле. Там был снег. Так и не спустил. Только синенький. Только простой. А вот чёрную-то проверить на трейдовом байке будет весьма любопытно. Будем надеяться, что он в хорошем состоянии. И нет брёбен. Третья-то проверить на трейд. Третья-то проверить на трейд. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не понял куда тут ехать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok вам спасет здоровье. Здоровье это святое. Самое ценное, что из человека, это здоровье, ебаный брод. И, по-моему, труселей защитных, наколенников, кречаток и шлемов. У меня еще и налокотники с собой есть. Ну, локти, это тоже важный элемент защиты. Но, что касается налокотников, я бы не брал с пластиком, я бы не брал жесткую защиту. Потому что локтями вы всегда по скользящему падаете. Поэтому я беру самые лайтовые, самые комфортные, облегающие, которые не сковывают движение рук, потому что руками вы всегда работаете на велосипеде. А вот что касается наколенников, тут выбор только с пластиком, если в горах. Локти можно брать самые лайтовые. Тут реально вот так вот локтем тупо загреметь, но это очень редко. Всегда по касательной сюда вы сунетесь и счетываете локти. От этого падения защищают практически любые. Поэтому налокотники также важно, потому что когда люди катаются в коротких жерстях с голыми локтями, это тоже очень сложно смотреть без слез. Субтитры создавал DimaTorzok